Тут мужики работают водилами, которые сыпят в своем городе дамбы. Они сидят два месяца без зарплаты, потому что денег нет уже. Здорово, мужик. Так, троще ли общаться? Привет. Обсуждаю новости здесь. А какие? Ну вот сейчас в США ввели новые санкции против России. А Байден в ABC признал, что Владимир Путин это убийца. Ну, так а хули сделаешь? Не уебешь, не проживешь. В смысле? Вы тоже так живете? Вы тоже так живете? Ну, я чуть-чуть по другим понятиям живу. А по каким? Каким вы понятиям живете? Ну, то, что, блядь, все равно не списишь, не проживешь. То есть, вы не работаешь даже. То есть, вы воруете и так живете, проживаете жизнь? Ну, так все делают. Все ли? А в других странах почему так все делают? Нет, я говорю, так все делают. Вот смотри, дружище, вот тебе хорошо сейчас в коверном кресле сидишь. Ну, наверняка работаешь, блядь, зарплата у тебя как бы, ну, нормальная, как бы, чтобы содержать семью, да? А если ты работаешь где-нибудь на заводе, там, на каком-то, там, прям, руки постоянно грязные, такие, знаешь, домой всегда в мазуте приходишь, и перед тобой, ну, у тебя зарплата, допустим, 25 тысяч, и у тебя двое детей и жена. Вот, и перед тобой, допустим, стоит на работе полный мешок меди, блядь, и ты его не спиздить не захочешь, чтобы, блядь, у тебя копейки были, чтобы ты домой пришел, вот сказал, вот жена и магазин. Но не все люди способны воровать. Некоторые не воруют, потому что у них есть совесть, например, а некоторые не воруют, потому что боятся. Почему вот в России люди много воруют? Вот как у меня есть совесть, вот как у меня есть совесть, она меня ровно мучает до того, пока я это все не продав, или не сдав. Вот там совесть как-то, ну, все, заебить. Ну, смотри, пока она у меня, пока краденая у меня, меня совесть мучает. Как только я его куда-нибудь дью, так все. А кто виноват в том, что люди в России массово воруют? Кто в этом виноват? Ну, не только Путин. Ну, я понял, к чему ты преподносишь, но это не только Путин. Путин, он сидит и руководит всей этой хуйней, а есть такие шапки, которые пиздят, блядь. У Путина же, у самого. Подожди, ну, Путина и у всей России пиздят. Ты смотрел фильм «Дворец Путина»? Ты видел, сколько там наворовано вообще? Это... Твой мешочек с смесью вообще никто. Я так понял, я так понял, ты за Навального, да? Я за все прогрессивное человечество. А Навальный, думаешь, это хорошо? С Навальным есть много ряда вопросов, но то, что его пытались убить, отравить, и не получилось, и посадили... А кто его пытался убить? Российские власти. Дружище, хуй поверишь, я вчера в ларек заехал на обеде. Я работаю водилой, да? Я заехал в ларек, блядь, купил пирожок, траванулся, нахуй. Кто меня убить хотел? Скажи, Мед, ты был в коме? Нет, я не был в коме. Тебя держали под препаратами? Ты разницу улавливаешь? Ты съел пирожок, отравился? А те гарантия, то, что он там был как-то? Рассказывают. Гарантия в том, что вот когда говорит что-то Совет Европы и европейские страны, или какие-то другие страны, не Россия, там же люди не воруют, правильно, так как в России? Там по-другому люди живут. Да там нечего воровать. Как это нечего? Воровать есть везде, но Совет по-другому у людей настроено. Так вот, когда тебе дают достойную зарплату, представьте, что у тебя была в зарплате не 25 тысяч, а там 300 тысяч рублей. У тебя бы было больше совесть, или ты бы все равно воровал бы? Не, ну если бы мешок бы иметь и стоял, я спиздил по-любому. Это менталитет российский. Понимаешь? Вот это, в этом менталитет российский все украсть, если возможно, да? А не поверить, например, власть ему говорит, если бы мы хотели убить, мы бы убили. И все такие, точно, конечно, мы же должны верить. Конечно, мы должны верить этой власти. Она сказала, что она его не убивала. А все другие страны, три лаборатории независимых сказали, что это был новичок, и что его хотели отравить. Человек находился между жизнью и смертью, он лежал в коме, он реально чуть не умер. Почему я должен верить Путину, а верить этим трем лабораториям, скажи мне? Они никогда не обманывали. А для чего ему ехать в Россию, раз его пытались здесь убить, для чего ему было ехать в Россию, а обратно поднимать митинг? Рассказывай. Чтобы повторно повторить это? Нет. Смотри, ты когда в политику заходишь, любой человек в политику, когда заходит, он просчитывает разного вида риски. Он же когда ехал обратно в Россию, один из рисков, он говорил, что меня могут посадить в тюрьму, но я все равно поеду. А ты знаешь, сколько примеров в истории, когда люди-политики сидели в тюрьме, а потом становились президентами? Вот, ну да, ну смотри, это политика, это не мое. Это не мое, как бы, вот смотри, я тебе возьму пример. Например, я живу в Иркутской области, когда наводнение было, почти весь город смыло. И что, да-да, слышал? Слышал, да? Вот я сейчас здесь оживу и работаю здесь, сейчас мы строим дампу. Вот. Путин же никого нахрен не отправил, блин, каждому сертификаты дали, каждому дома построили, вон там многоэтажки построили. Проблема, не бросил же он, если бы он... Проблема знаешь в чем? Проблема знаешь в чем? Что проекты, которые делает Россия или государство, правительство России, вот выделяется какая-то сумма денег. И она, вот ты же говоришь, я ворую, точно так же воруют наверху. И вот оно сверху до низа идет воровство. Вот те украли, например, тебе даже были цемент такого качества дать, а тебе дадут другого. Вот такие болты, нет, вот такие. Тебе столько нужно было денег на это, а теперь тебе дадут меньше. И получается идет от самого вверх по образцу, поэтому страна такая вся в разрухе. Строит, ломается, дамбы смывает и так дальше. Потому что люди все воруют в России. Разве тебе это никаким образом ты не связываешь? Можно тебе вопрос сейчас задать, а у тебя сейчас стрим идет, или ты какой-то блогер, или нет, или так, чисто для себя? Нет, я не большой блогер. То есть у тебя не стрим, ничего не идет? Нет, я не большой блогер, аж говорю. Я не большой блогер. Запись идет. Ну все понятно. Ну вот смотри, вот хреново это, блин, вот смотри, Путин выделил деньги на дамбу, да? Как ты думаешь, сколько денег было разворовано с этой суммы? Да сколько? Да сколько? Да сколько? И сколько? Грубо говоря, грубо говоря, это дохуя. Тут мужики работают водилами, которые сыпят в своем городе дамбы. Они сидят, блядь, два месяца без зарплаты, потому что денег нет уже. Понимаешь? Прошел год, блядь, после дамбы. Второй год, да? Второй пошел. Да, второй год после наводнения пошел, блядь. И зарплаты некому дать. Так потому что Путин-то начисляет эти деньги, блядь. Ну, дает эти деньги, чтобы это все строилось, все, чтобы к лучшему, блядь. Вопрос, вопрос. А есть такие шапки, которые ебучие. Каждущую семью свою, нахуй, покай. Я понял, ты говоришь, царь хороший, бояре плохи. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Скажи мне, а откуда у него тогда такой дворец? Ты смотрел фильм «Дворец Путина»? Да нет, у него дворца. Нет, у него дворца. Я смотрел это все. Я смотрел документальный фильм про этот дворец. Там идет ремонт, блядь. Хорошо, а часы, часы на руках. Там ничего нет. Часы на руках у Путина, у всей команды его, друзей всех. Там зарплаты на руках у людей такие в виде часов, что тебе даже не стилось. Я же говорю, воруют все. Начиная от самого верха до самого диза. Ты же сам сказал, что ты воруешь. До тебя люди воруют, выше тебя люди воруют. И так до Путина, до самого конца. Поэтому страна так живет. Так а почему? Почему? Даже я обычный работяга, простой работяга. Естественно, если бы покрутились за меня деньги, вот такие, вот, допустим, как у какой правой руки Путина. Мне это не надо воровать. У меня как бы бабки достаются. Мне, допустим, 300 тысяч у меня зарплата. Ну, не вижу смысла воровать. Я наоборот, помогал кому-то. А так, конечно, если бы я тружусь за 20 тысяч рублей, и цены в магазине, ты сам знаешь, что тоже растут. На бензин цены вообще бешено растут. И бензин, говно, просто заправил на тысячу рублей. Даже дня не поездил, и все. Но ты собираешься... Конечно, ты будешь воровать. Конечно, будешь воровать. Ты видишь какую-то перспективу для России в ближайшие 3-5 лет? Что-то хорошее будет в России? Да. Что? Что именно может быть хорошее, если все равно все воруют? Как остановить воровство в России? Как сделать так, чтобы люди перестали воровать? Воровство? Ну, воровство тут никак не остановишь. В любом случае. Уберет он этих людей, возьмут других. Другие начнут воровать. Пока мы с ним построим коттеджи своим семьям. А там и дальние родственники появятся. И им надо тоже что-то дать. То есть, на России можно поставить крест, да? Возьми себя, посади на его место. Что ты бы сделал? Не воровал бы. Для России. Не воровал бы. Ну, это ты сейчас говоришь, когда у тебя нету такой возможности воровать. А как ты знаешь, есть у меня возможность или нет? Может, у меня есть возможность. А я не ворую. Ну, это твоя правда. Я же не знаю, как оно есть. Ну, смотри. Если люди живут... Кто-кто? Копсик. 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 Вот за этого человека я еще проголосовал бы как чисто за президента. Ну, а есть вообще альтернатива к Путину сегодня? Он же не собирается уходить. Он говорит, я буду до конца здесь. Царь, значит, царь. Правильно. Если народ хочет меня царем, значит, ты говоришь правильно. С одной стороны, Россия все воруют, зарплаты маленькие, дамбы сыпятся, наводнение, затопление, пожары и так дальше. И правительство не может ни с чем с этим справиться. Реально. Все плохо. Пенсии, пенсионный возраст поднял он. Конституцию поменял. Все недовольны и все говорят, царь хороший. Ну, не парадокс? В любой другой стране пинком под зад этого Путина бы уже сделали бы. Сказать, ты что здесь творишь? Кто ты вообще такой? Ты что, это твоя страна, что ли? Это страна народа России. А ты кто? Ну, знаешь, человек такое, такое, создание такое, когда холодно. Ёбаный мороз, как он меня заебал, когда, блядь, жарко, ёбаная жара, блядь, как он меня заебал. То есть, человека на одном месте не поймаешь. Подожди, подожди. Ты говоришь, ты говоришь крайности. Но бывают моменты, и их немало, когда и не холодно сильно, и не жарко сильно. А нормальная температура, ты ходишь в футболке, тебе нормально, тебе приятно, тебе и не холодно, и не жарко. Почему ты всегда в крайность смотришь? Либо очень жарко, либо очень холодно. Ну, так, так, я потому что знаю, я так и живу, ё-моё. Вот мне не угодишь, даже с погодой. Так же и тут. А ты не думаешь, что, когда ты начинаешь с себя? Вот, например, принципиальная позиция, я, например, не ворую больше. Пусть все воруют, а я воровать не буду. Как ты думаешь, есть такие люди в России? Ты сказал больше, значит, воровал. В смысле больше? Ты сказал больше. Но я про тебя говорю. Ты сказал, я вот не ворую. Нет, нет, нет. А, про меня? Да, я же говорю, да, утрирую. То есть я говорю, что ты говорил, что у тебя будет мешок, ты будешь воровать. Я говорю, а если бы ты говорил, а я не буду воровать больше. Вот пусть все воруют, а я не буду. Нет, понимаешь, тут такое, блядь, как тебе объяснить-то? А ты не материшься? Не могу сказать тебе, как бы. Россию сделали так, что просто, как тебе объяснить-то? Блядь, снова забыл. Вот как раньше, вот смотри, бедный работает на богатого, да? Это с каких веков было, так оно и будет. Тут, вот смотри, вот ты кем работаешь? Смотри, я понял, что ты хочешь сказать. Дай тебе сейчас объясню. Все страны уже пришли к тому, что любой бедный может стать богатым. Понимаешь, как? Они не смотрят в той позиции, что если ты бедный, ты всегда бедный. Посмотри на передовые страны. Посмотри на самые большие корпорации. Вот даже американские корпорации сегодня, миллиардеры. Это самые дорогие компании в мире. Люди, которые построили эти компании, у них не было пап или мам, или дядь, или теть, которые им оставили эти компании. Они и с нуля ее сделали. То есть были бедные, ну скажем так, в среднем классе были, да? И стали очень богатыми, самыми богатыми людьми в мире. Понимаешь, как должна работать система? Что если ты умеешь делать что-то лучше, чем другие, ты должен за это получать деньги. И это нормально. Но если у тебя есть голова на плечах, и ты знаешь, как создать что-то, пожалуйста. Ты из бедности можешь подняться и стать богатым. Но в России разве это возможно? Нет. Все сидят на своих местах, которые не хотят ничего менять, воруют. И так сверху до низа идут, все воруют. И все. И никаких изменений нет. И не предвидится. Ну тут, ну смотри, даже вернемся опять к тому же, что, ну не Путин же в этом виноват. Нет, не только Путин, конечно нет. Народ России виноват в этом. Путин это тот правитель, которого этот народ заслуживает. Вот народ имеет ровно то, что они сейчас имеют. Понимаешь как? Так во всех странах. Во всех странах, когда не нравится какой-то правитель, они его убирают. Говорит, нам у него, даже вот в Украину возьми. В Украине сказали, Герденуковича, ты нам не нравишься, уходи. Он говорит, не уйду, а им коленом под зад давай иди. И он ушел. Народ так решил. А в России получается, не народ решает, а один человек решает, царь. Вот он решает, как должен жить народ, то есть не народ является главным органом страны, а царь. Это средневековье, это ну как так жить можно? Весь мир сегодня живет. Ну, средневековье, да, я еще раз говорю, что в средневековье, вот тут просто уже Россия, она уже смирилась с этим, с этим средневековьем. То, что бедные всегда работают на богатого, то есть всегда на царях. Ну, а ты бы не хотел работать не на царя, а на себя? Они могут вот так вот, вот так вот, вот могут они возмущаться по телефону, по видеосвязи, там как-то с соседом увидеться, повозмущаться. А вот так, когда Путин, допустим, рядом, все руки ему целуют, блядь, вот вы хороший, нехороший. Когда он сюда к нам приезжал, то же самое все было. Никто ему ничего не сказал. Потому что просто сплетни. Смотри, примеры царей и диктаторов есть очень хорошие. Даже в наше сегодняшнее время ты мог это видеть. Диктаторы, которым люди и целовали руки, потом эти же люди, этих диктаторов убирали от власти. Примеров очень много этому. Ведь реально сегодня люди в России недовольны. Реально люди в России сегодня недовольны своей жизнью. Все хотят изменений, все хотят, чтобы... Ну да, недовольны. Я не спорю, я тоже недоволен. То, что, блин, мне 26 лет, и я ничего не могу вообще в России, ничего вообще, ну как... Нет возможности в России что-то свое там начать или как-то. Есть возможность, но нету, блин, даже денег, чтобы это все начать. Но ты собираешься жить все время там, где ты живешь, или ты собираешься переезжать в какой-то большой город, там, где больше возможностей? Нет. А то что я буду в большом городе делать? Ну, перееду я в большой город с семьей, буду снимать квартиру за 20 тысяч, за 30 тысяч, допустим, да? Притом, при всем накормить семью, одевать детей. На трех работах не работать? Зачем мне куда-то уезжать, если у меня здесь есть квартира и работа, как бы, и зарплата, дай бог, еще пока нормальная. Ну, ты считаешь, что 20 тысяч это нормальная зарплата? Нет, я тебе не конкретно про себя говорю, я конкретно знаю людей, которые работают за 20 тысяч, то есть за 30 тысяч. То есть это недостойная зарплата, чем они занимаются. То есть они работают там, не покладая рук, а благодарности финансовых таких вообще нет. То есть вот на тебе 20 тысяч, а он не больше, как проклятый просто, чтобы содержать свою семью. По 10 лет так работают. За одну и ту же сумму. А цены растут. То есть замкнутый круг. Короче, России пока не светит. Выйти к лучшему чему-то. Россия богатая страна, только для тех, кто сидит рядом с Путиным. Это точно. Хорошо, ладно. Я пойду дальше, я услышал. Давай. Пока. Вот такой диалог. Он когда услышал, что я его записываю, естественно, риторика поменялась и начал думать, обдумывать слова лучше. А до этого, ребята, вы все слышали. И вот царь в голове. У них царь в голове. Поэтому там ничего хорошего не будет. И воровство. Воровство и пьянство. Пить и воровать. Причем воруют, даже если будет плохо лежать, возьмут и даже не подумают о том, что они же воруют сами у себя. Если, например, они работают в какой-то компании, и, например, есть перспектива, что у тебя может быть рост, ты можешь больше зарабатывать, а потом ты можешь занимать какую-то другую позицию. Они и так не смотрят. Они хотят прямо сейчас, в данный момент, потому что знают, что точно так же обворовывают их. Поэтому там все воруют. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok